Доброе утро! Один из таких статусных и очень интересных детско-юншеских турниров по волейболу. Сейчас мы узнаем, чем он завершился и вообще, как дела в детском волейболе Калининградской области. Итак, Кубок Калининграда. Какой он в этом году? В этом году на Кубок Калининграда приехало 13 команд. Участвовало 13 команд из Польши. Мы очень рады, что наконец снова приехали наши польские друзья. Приехали команды из Москвы и даже приехала команда из Ростова-на-Дону. То есть география расширяется. К сожалению, не смогли приехать литовцы, совпало с республиканскими соревнованиями. И, конечно же, белорусы команды из Гродно. Поэтому представительный был турнир и борьба за медали была ожесточенная, особенно в турнире юношей. Итог? Итог. У девушек Москва первое место, у юношей Польша Лемборг. Как наша? Наши и мальчики, и девочки с 10-й спортивной школы заняли второе место. Команде Лемборга уступили всего два очка в третьей решающей партии. Мне кажется, это был жентримерский ход. Да, мы были очень гостеприимными хозяевами. Чем живет школа сейчас, на конец апреля месяца? Можно ли подводить какие-то итоги учебно-спортивного года? Вы же все-таки школа. У вас, как и у всех, по сентября, по май. Примерно так. И, в принципе, уже первые итоги года можно подвести. Этот год оказался достаточно успешным для нас в каком плане? В плане выступлений на всероссийских соревнованиях. Команда юношей, кстати, под моим руководством, сборная команды Калининградской области, в этом году в декабре выиграла полуфинал первенства России по старшему возрасту. Достижение достаточно большое. Мы вышли в финал России, и это был второй раз за 10 лет, когда по старшему возрасту мы попали в финал России. Это большое достижение. Команда девушек заняла четвертое место, не смогла выйти в финал. Мы также лидируем практически во всех возрастных категориях областных соревнований. И очень хорошие успехи сейчас у нашей команды девушек, которая во взрослом чемпионате Калининградской области на лидирующих позициях закончила регулярный чемпионат на первом месте, и в эти выходные будет играть в финале среди женщин. А средний возраст девчонок какой вот в этой команде? И лет 15? Да, всего лишь две одиннадцатиклассницы, две выпускницы, все остальные 10-й и 9-й класс. Продолжаем тему дочек и девушек. В целом, может быть, кто-то не знает, но в Калининграде с сентября начнет играть профессиональный волейбольный женский клуб «Локомотив» в Калининградской области. Уже даже баннеры в городе висят. Будьте внимательны, например, один узле на въезде по улице Невского. Так вот, ваше отношение к созданию этой команды, может быть, вопрос банальный, но тем не менее. Для многих это было как гром среди ясного неба, но гром такого очень, мне кажется, плодотворного, плодоносного дождя. Вы знаете, для нас это тоже была неожиданность, но мы очень рады в каком плане, потому что, поскольку эта команда создается под эгидой «Локомотива», то есть «Железной дороги», а мы сотрудничаем с «Локомотивом». Наши юноши уже, несколько человек из нашей школы уезжают в Новосибирск, команду «Локомотив» Новосибирска, и команда «Локомотив» Новосибирск помогает нам, они приглашают нас на турнир. Есть такой интересный турнир «Локоволи», в котором мы уже участвовали четыре раза, и надеемся, что и среди девушек тоже будет проходить такой же турнир, возможно, он даже будет проходить в Калининграде. Поэтому мы считаем, что это будет толчок для развития женского волейбола в нашей области. Можно ли вот так буквально вкратце сказать, что волейбол в некотором аспекте обладает всеми шансами быть популярнее футбола? Почему? Да потому что в каждой школе есть спортивная площадка, есть сетка и обычно есть сборная. Мне кажется, это возможно, потому что это действительно замечательный вид спорта, плюс в нашей области, когда есть не только простой классический волейбол, но и пляжный волейбол, в который любят играть на всем побережье, и очень много любителей, и я думаю, что это возможно, он будет очень популярным. Вы представительница одной из самых спортивных семей Калининграда, и как ваш очень эмоциональный волейбол уживается с очень спокойными, размеренными шахматами мужа? Уживается, очень хорошо уживается, и, наверное, это как плюс и минус, это очень помогает. Я хочу сказать, во-первых, спасибо большое моей семье за поддержку, потому что, ну, только, наверное, в такой спортивной семье мы понимаем друг друга и спокойно относимся к тому, что нас по половине года нет дома. А вот для зрителей, вот вы лучше меня знаете, максимальное достижение мужа в шахматах, чтобы все понимали, о чем мы говорим. Ну, мой муж мастер Фиде, он призер Северо-Запада, участвовал в чемпионате России также, ну, многократный победитель, не знаю, не менее семи раз чемпионата области. Ну, и прекрасный тренер. Прекрасный тренер, у него, да, тоже великолепные достижения его учеников. А кем вы гордитесь особо, если мы говорим именно о спортивной школе Олимпийского резерва номер 10, есть ли, наверное, там такая стена нашей лучшей? Да, конечно, есть. Но в первую очередь это Екатерина Орлова, которая чемпионка Европы 2015-го, если не ошибаюсь, года. И, между прочим, возможно, Екатерина Орлова будет играть как раз в том самом клубе «Локомотив» в Калининградской области. Да, и провела большое количество матчей за сборную команду России. Конечно, это колесник Андрей, вот его медаль, единственный на данный момент в мужском волейболе чемпион мира среди молодежных команд, чемпион Европы. Калининградец именно. В Калининграде, сам Калининградец, воспитанник Виталия Васильевича Могильникова с самого начала. Конечно же, это Абаев Константин и Бярда Славомир, которые стали серебряным и бронзовым призерами молодежного чемпионата мира. Конечно же, это теперь Мурашка Роман, который занимался в нашей школе, еще год назад играл на Кубке Калининграда, а сейчас, вот буквально две недели назад закончился чемпионат Европы юношей до 18 лет. К сожалению, они только четвертое место заняли. В сборной России всегда высокие планы, но он представлял нашу Калининградскую область в сборной России. Практически в завершение нашего интервью, ближайшие планы у спортивной школы, а может быть и у вас лично какой-то из команд, какой-то интересный сбор, турнир, к чему готовитесь? Ну, мы сейчас заканчиваем финальное соревнование, подходит финальное соревнование чемпионат области. Мы детскими командами участвуем активно в этом турнире. Мы собираемся поехать на международный турнир в Друскининкай юношеской команды. И наши планы – подготовка юношей и девушек старшего возраста к очередным соревнованиям первенства России. А еще мне кажется, что подготовка к тому, чтобы помогать всеми силами болеть, в том числе, за новую команду. Это обязательно, это самое главное. Пару слов нашим землякам в тему, может быть, сегодняшнего дня дочери. Почему стоит все-таки привезти девочку, неважно, мальчика на волейбол? Ну, девочку просто обязательно нужно привезти на волейбол, потому что очень интеллигентный, очень красивый, эмоциональный вид спорта. А и мальчиков, и девочек приводите. Все-таки командный вид спорта очень многому учат в жизни. Коллективные, умение поддерживать друг друга. Друг друга. И это остается на всю жизнь. Поэтому приводите к нам в школу. Это очаровательная Елена Лукинова, заместитель директора спортивной школы Олимпийского резерва номер 10 по волейболу. Наше муниципальное учреждение, которое регулярно готовит спортсменов высокого класса, но и просто оздоравливает наших маленьких калининградцев, которые могут играть не только в Калининграде, а выезжать на всевозможные турниры. Итак, это рубрика «Вне игры», которая во вторник и четверг в поддержке регионального министерства спорта рассказывает вам о калининградском, российском и мировом спорте. Кстати, на этих выходных будет огромное количество волейбола у нас, турнир в Советске, финал чемпионата области в Калининграде, интереснейшие матчи. Также, кстати, пару слов о том, что наша рубрика выйдет не в четверг на этой неделе, а в пятницу. У нас специальные гости, которые только в четверг вечером пролетают, поэтому в пятницу с утра никуда не переключайтесь и в 7.20 мы расскажем вам о чем-то очень интересном.